Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Это занятия, которые были в Потеряевке с 91 года. Попросили их озвучить. Несчастный случай. У нас приняты уставы и по деревенской общине, и по церковной общине. Все в них так продумано, чтобы человек рос духовно и в телесном, у него был полный порядок и сохранялась в безопасности жизни. Всякое нарушение этих уставов влечет к несчастному случаю, несет в себе отрицательное и нежелательное. Как относиться к несчастному случаю и можно ли избежать его? За все благодарите, вот такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Можно ли благодарить Бога за несчастные случаи? Рассмотрим, какие несчастные случаи были в нашей жизни. Можно ли их было избежать и какую пользу мы из них извлекли для себя или для других? Большая часть несчастных случаев бывает для научения кого-то от Луки. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Были случаи, когда от несчастного случая учился весь мир. И были случаи, когда на этом примере учились целые тысячелетия. Экклезиаст. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Гибнет скотина, посевы и гибнет дом. Несчастный случай это то, что мыслится, не приносящем счастья, удовлетворение в этой жизни и, как правило, неожиданное, без подготовки. Экклезиаст. И обратился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатства, и не искусным благорасположения, но время и случай для всех их. Случайность. Понятие чисто человеческое. Чтобы понятнее было, представьте, что у бога заранее уже заснято на пленку, что потом будет проецировано на землю. У бога все заранее уже известно. Он привидит это все. Псалом 138. Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Многие привыкли стонать, жаловаться на жизнь. Это у них специальность такая, стонать и охать. Но ты уже был победителем в день зачатия, когда из 250 миллионов живчиков ты оттолкнул всех и прорвался, и приклеился к стеночке, и возрос вот такого бойца, стонущего в инвалида по духу. И уже тогда бог определил о тебе, сделал избранить твоего одного из этого полчища, этакого полчища претендентом. Ты уже запрограммировал на победы, потому что теперь против тебя будет всегда меньше число противников, и тебе необходимо занять только первое место. 1 Коринфянам. Не знаете ли, что бегущие на листалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. 3 Царство. А один человек случайно натянул лук и ранил царя Израильского сквозь швы лад. И сказал он своему вознице. Повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен. Царь Ахав погибает, как Юлиан отступник от стрелы, не специально в него направленный, но ранен смертельно. Но у бога-то этот полет был выверен от вечности, с точностью до микрона. Может быть в этот как раз момент царь Израильский наклоняется подобрать оброненную из колчана стрелу, и швы на ладах разошлись. И в эту еще и влетает стрела, как камень в лоб Голиафа. Беды, случающиеся с нами случайно, не случайно. У нас здесь произошел несчастный случай несколько дней назад. Пас брат Игорь Барабаш. Мы завтракали как раз в лагере. И вдруг увидели, как к лагерю идет, опираясь на палку, какой-то грязный ворваным человек. И за ним идет теленок. И когда он вплотную уже подошел, мы с трудом в нем признали своего старосту. Он еще рассказал нам, что когда он сидел и читал книгу, то сзади на него напал молодой бык, Тур, верширской породы, Павлов. И как он катал его под землей. И рок вонзался ему в разные части тела. Бык уже большой, около 800 килограмм весом. Потом мы сходили на то место и нашли все, что там осталось, валяется. Когда увезли Игоря в больницу, то мы пошли на то место. Прошли эти 350 метров, которые пастух сам дошел. А теленок этот его, он ручной, и так всегда и ходит за хозяином. Если бы бык был взрослый, то от запаха крови он мог бы прийти в еще большую ярость, и кишки его намотал бы на рога. Из ран после вытаскивал их грязь и траву, которую он туда с рогом занес. Когда Игорь пошел пасти, а в руках у него был детский веревочный бичик метров два длиной, то я ему сказал, Что же ты безоружно идешь? Возьми бадик, палку пастушью, и если бык будет лезть, то ты по морде ему навернешь, и он тебя признает за господина. Погубили редкого производителя, и человек чуть не погиб. Еще неделю назад я бил тревогу, видел, как бык поразует и грозится из-за коров, ревнует. Ему нужно было кольцо вложить в нос. Я бы он ходил, просил, умолял, и не сделали. Четвертое царство. За твою дерзость против меня, и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои, и удило мое в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, к которой ты пришел. Это завоеватели говорится. Ну и это прошло мимо. Плоды же несчастного случая растут очень быстро. Спрашивал, почему ему рога не подпиливаете? Ну и это не затронуло никого. Мама наша говорила еще в прошлом году, чтобы быку на лоб повесили доску, чтобы он не видел прямо, а только сбоку ее. В день не шли кольцо в ноздри его. Быка после этого посадили в загородки на цепь, но гулялась корова, он разломал и сорвался, и ушел в степь. Срочно поймали его и убили тут же. Писание же и о таком несчастном случае говорит, как поступить, как мозги хозяину бока на место поставить, исход. Но если вол был бодлив, и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещенностим, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, и хозяину его предать смерти. Вот какая история-то. Эти рога бока всегда были направлены на хозяина его. Когда Павел на коне, а другие с палками гнали бока домой, то бык в степи залез на кучу и ногами такую пыль поднял, как вулкан стоял. Незадолго до этого он кинулся на марину, но я грел его крепко два раза, и он моего голоса уже боялся и сразу же убегал. А вы себя ведете так, что как бы зовете потащить зубы и рога на ваших боках, потому что вы лутани. Лутани, рохли и лохудры. Как рассуждают безбожники о несчастье? Этот рог Тура я вам послал по рядам, чтобы понюхали. Мы молились, чтобы Бог еще помиловал беспечного старосту. Он мог от заражения умереть, премудрия Соломона. Он рогом, и туда с травой, там камыш, что это, вытаскивали из раны. Там смотреть страшно было. Солом. Случайно мы рождены. То кажется случайностью. То кажется случайностью. А, случайно рождены, да. И после будем как небывшие. Дыхание в ноздрях наших дым, и слово искра в движении нашего сердца. То, что кажется случайностью, нужно тщательно рассматривать, делать правильные выводы и не забывать о том. После этого уже сколько здесь произошло несчастных случаев. Только ног сколько переломали. Премудрость. Влекла их к тому концу судьба, которой они были достойны. И она навела забвение случившимся, дабы они восполнили наказание, достававшее к их мучениям. Интересно, тут у нас были трое. И что-то они, как говорится, бухтели против меня. Еще мне недовольно, что-то я там, я не молчу, делаю это. И ногу в гипсе лежит. Второй тут же сломал ногу. И третий. И сидят на лавочке, и три ноги вот так вот высунули, стоят. И больше никого нету нигде. Бог всех их подсех. И потом раз, один с коня упал на ходу, конь запнулся, он перелетел вот так вот и ударился. Другой где-то упал, третий, все, и сидят ноги все в гипсе. Но я им сказал, что теперь вы меня уже не догоните, я дальше вас ушел. Очень часто то, что называется случайным случаем и несчастьем, имеет трагический исход. Утонул, разбился, погиб от скотины, авто- и авиакатастрофы, отравление угарным газом, грибами, негодной пищей. Нам все существовали правила, и их нужно было любить. И эти случаи могли бы прокрасываться мимо нашей стоянки. Ни одного дня нет в лагере, чтобы не нарушали устав. Хотя каждый день его читаем, потому что похоть и прихоть дороже всего им. У нас катание на дренезиновых лодках, и правила такие, чтобы в лодке было не более двух детей, и человек старше 18 лет, умеющий хорошо плавать. На бортах лодки не сидеть, с лодки не прыгать, но они обязательно стремятся что-то нарушить в уставе. Евангелист Марк шел пешком. Нет у него транспорта, и это тоже к лучшему. Входит в столичный город Александрию. У входа в город видит сапожную мастерскую, и просит подшить подошву отцепившуюся. Сандалий преломился пополам. По-нашему это несчастный случай. Были бы гроши. Подходит, познакомился, сапожника звать Анания. Сапожник торопится или что-то. Но проткнул ладонь и вскрикнул от боли. Марк тут же из земли и из слюни делает замазку. И рука тут же исцелела. Тот в удивлении, и Марк объясняет, что это именем Иисуса распятого он исцелил его. Этот сапожник приглашает евангелиста домой, и там уже обращается и сам, и сын его. Анания станет епископом в городе, а сын пресвитером. Начало положено. Если же смотреть на первые минуты после прокола, то несчастный случай принес заражение крови. И может быть смерть. Но через свою рану он нашел раны Христа и жизнь во Христе. Если бы мы из каждой раны могли провести дорожку к целительным ранам на Голгофский крест к Агнцу Божию, берущему на себя грех мимой. Вскоре еще три пресвитера рукоположены, семь дьяконов и одиннадцать клириков. Читал про несчастные случаи на севере, как дети играли у костра, бросали залу горячую, и одного мальчика попало на глаза и выжгло. Теперь это лучший проводник. Он слышит, как и где шумит ночью вода, где растения шумят на снегу в темноте. Родитель его учил всему этому, и несчастный случай послужил спасти немногих заблудившихся. Я говорил уже о дяде Гоши слепом, как несчастный случай не послужил ему причиной сидеть у церкви с плотянутой рукой. Но он развил свою память до невероятных размеров, и это едва ли бы он имел, если бы не несчастный случай. Многие достигли великих результатов только благодаря несчастному случаю. Бог видит поход тирана не Наполеона и наносит ему поражение через пастушка, как через Давида. У него артиллерия попала в трудное положение, и он решает бросить ей на подмогу конницу лучших своих кавалеристов. Случайно на пути встречается мальчишка-пастух. Они спрашивают, есть ли тут дорога. Пастушок показывает дорогу и хочет сказать, что нужно в одном месте метров 200 в сторону объехать, так как там очень большой рог. Но его уже не слушают. У этих нет времени, и они в сумерках несутся на полном скаку. Первые падают в рог, следующий на них, и рог был заполнен тканями и людьми. Битва при Бартерлоу была проиграна. У Бога все вымерено, и несчастный случай это хорошо рассчитанная партия. Иногда многоходовая. Что привести к этому украшению вертолета и 118 человек на борту, или подводную лодку, и тоже 118 человек на борту. И зрителей в одно место собрать и задушить, как крыс с газом, и тоже 118 трупов. Что-то тут есть в этой цифре. Может быть то, чтобы и в воде, и в воздухе, и на земле читали каждый день Псалом 118, и не лезли бы в пасть сатаны на суше, на воде и в воздухе. Несчастный случай или беспечность, но результат один – смерть беспокаянная. В огне, в воде и на параде. С девочкой произошел несчастный случай, и она попала в плен. Ее будущий хозяин оказался не только военачальником, но и больным, неизлечимой болезнью. Девчонка рассказывает о пороке Елисеи, и Нейман был исцелен. Этим примером потом воспользуется сам Господь, что это от царства. Нейман, военачальник царя Сирийска, был великий человек у Господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу с Сирианом. И человек с ней был отличный воин, но прокаженный. Брат на стойке прыгает на землю. И там доска с гвоздем и гвоздем... Доска? Ну доска! Доска. Доска, что это такое? И гвоздь проходит через сапог и выходит наружу. И точно между пальцами даже кожу не задел. Случайно ли это? Первая наша корова привязана возле леса, и ветер валит березу на нее. Батюшка прибежал туда, а она между ветками стоит и жует траву. Никакой случайности в том нет, что взрываются дома от газа. И здесь, говорю уже, сколько раз, чтобы прекратили пользоваться газом, ибо это бомба в доме. Но никто и слушать не хочет. Поезда Новосибирск-Адлер взлетели в воздух. Это не случайно. Беспечность на первом месте. У меня было много несчастных случаев, но теперь я это рассматриваю как милость Божию. Законопатили меня в психиатрию, а потом это спасло мне жизнь. Франкли Рузельт попал в беду. Он обезноженный, но учится, становится президентом, и войну ведет такую страну к победе. Несчастный случай поистине есть несчастье, но когда им правильно пользуются, то это вызывает благодарность Богу. В Новосибирске был священник, который обещал Богу на фронте, что если будет живой, то всю жизнь будет Богу служить. Ему тут же оторвало ногу, и он стал священником. Кто ропщик на несчастные случаи, тот будет отвечать за это. Многие святые через несчастные случаи получили начало новой жизни. Житие указывает на многих таких. 20 сентября. Лаки да Евстафий. Не было бы несчастья, да несчастье помогло. Не было бы счастья. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Откуда ты бухганета берешь, сыешь? Да все, ты там дуришь прямо. Ефрем Сирин, незаконный арест, дал возможность задуматься о прошлое своей жизни, и он нашел, что это Бог зовет его. Григорий Богослов на море и близ кораблекрушение. Ужас его был неописуем. На палубе корабли, что с кораблей вместе идет в ад, садя с корабля, бросился в монастырь. Климент Римский, чудо с его мощами. 5 июля Афанасий Афонский, корабль опрокинулся, внезапно встал, и он спасает всех до единого. Этот несчастный случай прославил его на весь мир. Робинзон Крузе, Даниэль Дефо, сотни лет люди находят утешение в этой книге. Уроки мужества при несчастье. Евпраксия. Евпраксия. Евпраксия упала у колодца, топором разрубила ногу. У нас вон сапоги разрубленные стоят такие. Поднималась, шла, подоле запуталась и проткнула себе глаз. Она была такая небрежная. И она бы у нас столько замечаний получала бы на каждом шагу. Но она не роптала, а потому ей это в вину не поставлено. Несчастный случай искусственно не называется, вызывается. Спорт, коррида, это искушение есть противное Божьим замыслам о нас. О нашем служении Богу. О нашем служении Богу. Ага. Так, теперь дальше. Наш какое служение? Я не оторвал, но вот так лучше было. Многих несчастья мы избежали в лагере благодаря горячим. Горячей крапивой по заднице. И теперь поделитесь каждым таким своим поучительным несчастным случаем. Какой тебе излёг опыт? Это нам будет полезно. Бог дал законы, и их нужно изучать и применять. Вода течет вниз, а дым тянется вверх. Чудо и нужное помнить. И на этом чуде строят дома. И всегда это на деле применять. Потеряевки живут ненапряженно. Постронние люди тут шарятся. И как раз тогда, когда жители куда-то уходят. Даже не только без замка, а даже палочку к двери не приставят. Зайдёшь, покричишь и нет никого. Всё раскрыто пастью. Самый большой несчастный случай произошёл в России, когда потеряли живую веру по Евангелию. Когда уперлись в богослужение, которое заняло православие, место проповеди. И зацепились незнакомым языком церковнославянским. Никто ничего не может сделать, пока народ не будет иметь встречу со Христом. А так и будут на одном месте гнить. На место Христа встали попы, и царство попов строится, а не царство Христа. Оторвано, видите, неполно. Это видно, что только... Ну, слава богу, даже это... 10 минут и больше... Чёрных сил.